Еще в некогда утопающих садах Троицкого сегодня фермеры насчитывают на одном дереве несколько абрикос. Урожай уничтожила аномальная теплая зима и холодная весна. Деревья быстро расцвели и померзли. Фермеры спасали урожай как могли. Приходилось поливать деревья из бочки по несколько раз в день. Но засуха оказалась сильнее. Вот это все плодовые ветки. Видите, как цветы, как цвело. Все оно так и вот. Цвет. Он полностью не появился. Нету даже на пакушку ни одного абрикоса. 100% вымерзание. И самое главное, что смотрите, в прошлом году вымерз урожай. Мы не имели доходов. А сохранять то сады надо. Это ж не трава, допустим, зерно, или кукуруза, или пшеница, или ячмень. Пусто все. Вот это плодовые почки, это все. Тут должны быть персики, а их нету сегодня. У садовода Светланы многодетная семья. Отсутствие дождей больно ударило по карману семьи. Чтобы поддерживать водный баланс, приходилось тоннами носить воду к деревьям. У многих садоводов просто нет денег, чтобы провести капельную систему полива. Цей дохид, який ми там маємо, він на сьогоднішні цени, на сьогоднішні розходи, які є, і сюда треба вложить, тому що треба і оброблять його, і поливати треба, і на топливо. У нас є трактор, ми взяли трактор, і бачка на трактор на три тонни. І ми з річки набирали воду, і привозили бачку, і шлангом тут поливали дерева. Але це, ми розуміємо, що це стільки води, скільки треба для цього сада, ми не можемо їй стільки дати. Поставщики говорят, черешня в этом году дефицит. І це ощутимо отражається на ценах. 300 кг в этом году – уже достиження. А ведь в прошлые годы урожай собирали тоннами. Сегодня мало совсем. Очень мало. Нету в этом году черешни. Сколько сегодня? Ну, даже и не подсчитывала. Может, килограмм 300. По-разному бывало. Две тонны, полторы тонны. Столь сильной весенней засухи в Одесской области не наблюдали последние 20 лет. Гибель урожая не обошла стороной и полмиллиона гектаров озимых. Так что в этом сезоне набраться витамины, как раньше, будет гораздо сложнее.